Слушайте доктора В Кирове впервые проведена инновационная операция по восстановлению сердечного ритма. Операция прошла на базе областной клинической больницы, провел ее профессор Леонид Стерник. Это кардиохирург из Израиля, задачей которого, как я понимаю, было провести своеобразный мастер-класс для кировских коллег. Вот все верно, да? Да, все совершенно верно, но не только это. Мы давно хотели эту тему обсудить на программе, с учетом того, что мы здесь обсуждали вообще в принципе консервативное лечение и ишемической болезни сердца. И, как мы понимаем, в структуре смертности вообще надо знать об этом, о болезни ишемической болезни сердца в частности. Вот по данным ВОЗ, я посмотрел, занимает 13,2% в мире. На втором месте это инсульты, но так или иначе тема достаточно актуальная. И стало нам, в наше время, когда технологии идут вперед, в конечном итоге последнее слово за хирургами, как правило, и за кардиохирургами. И сегодня вот мы в студию пригласили Михаила Сергеевича Суханова, это заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы, врач-кардиохирург. Вот, ну и не только просто врач-кардиохирург, врач-кардиохирург уже, в общем-то, потомственный. Надо сказать, что папа Михаила Сергеевича, Сергей Германович Суханов, это наш земляк, уроженец белой холуницы, к сожалению, вот ровный год назад, да, Сергей Германович погиб. Ну вот он возглавлял в Перми институт сердца, да, федеральный центр, в общем-то, и где Михаил Сергеевич, в общем-то, возглавлял детское отделение, да, насколько я знаю. И, скажем, для того, чтобы усилить наши хирургические позиции в нашем регионе, приехал к нам. Добрый день, Михаил Сергеевич. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы вас вернули. Да, вы меня вернули. Добро пожаловать на родину. Добро пожаловать домой, да. Вот, ну и то, что Анна сказала, безусловно, это одно из прорывов. Хотелось бы начать с того, ну, безусловно, мы уже сказали о том, что в ряде случаев последнее слово для того, чтобы разобраться с проблемой, оно принадлежит хирургу, кардиохирургу. И до последнего времени возможности кардиохирургии кировской были, ну, скажем так, ограничены по объективным причинам, связанным, скажем так, с финансированием, разделением медицинской помощи в рамках базовой программы и сверхбазовой. Сейчас делается всё, но вот что было раньше, возможно, в рамках только базовой программы. Ну, я с вами и соглашусь, и не соглашусь. С одной стороны, конечно, финансовая подоплёка имеет огромное значение, особенно в таких дорогостоящих областях медицины, как кардиохирургия или нейрохирургия, допустим. С другой стороны, сами люди, они идут вперёд, и если мы хотим двигать ту же самую кардиохирургию, мы её будем двигать, несмотря ни на что. Мы будем настаивать на выделении каких-то средств, чтобы наше желание работать, оно воплощалось в реальные результаты. Я знаю, что вот вы непосредственно занимались этим вместе с главным врачом, и не вызывало сомнений у руководства региона, что необходимо выделять дополнительное средство именно на кардиохирургию, как на, скажем так, специальность в медицине, которая может оказать одно из значимых влияний на изменение структуры смертности, на снижение смертности в регионе. А что стало сейчас возможным? Ну, если позволите, немножко статистики, может быть, что было и к чему мы идём. То есть ещё пару лет назад, в 2014 году, областная больница выполняла около 250 операций, связанных с искусственным кровообращением, открытых операций на сердце. За год? За год. В 2015 году мы уже выполнили 418, в этом году у нас план 600 операций с искусственным кровообращением. Речь идёт, да, об открытых операциях, больших. Об открытых, больших операциях, совершенно верно. Нужно сказать, что по мировой статистике, опять же, потребность в открытых кардиохирургических операциях примерно 1000 операций на миллион населения. То есть, соответственно, на всю область чуть меньше полутора тысяч открытых только операций. Это мы исключаем стимуляторы и стентирование. Вот знаете, я даже владел вот этой информацией, скажем, год назад, когда мне удалось побывать, ну, мы познакомились с работой одной из московских больниц, кардиохирургического отделения, не буду пока называть. И мне сказали, что в год они выполняют в этом отделении 900 операций. Из них была озвучена цифра, что на открытом сердце, а оно остальное это стентирование, там, да, на открытом сердце они выполняли, звучала цифра до 300. Я тогда так для себя поймал на мысли, зная данные наших кардиохирургов, о том, я говорю, а у нас в субъекте выполняют больше, сказал я, и поймал на себе взгляды. То есть, это уже неплохие цифры, но, как мы понимаем, потребность, она должна быть, это мировые цифры, вы сказали. Это средняя мировая статистика, которой, в принципе, мы должны идти. То есть, мы к полутора тысячам операций в год должны приближаться. Ну, пока не будем загадывать вперёд, но объективно, объективно, мы, наверное, должны около тысячи, может быть, ну, минимум 800 операций, включая экстренные операции, делать в Кировской области. Ну, то есть, вот имеющееся оборудование и кадры это позволяет, и я так понимаю, что всё-таки ещё раз для слушателей с 2014 года по 2016 произойдёт рост открытых операций на сердце в два раза. Да, он уже фактически произошёл в три. В три раза, да. В три раза. В три раза. Да, а скажите, а какое количество всего операций выполняется в отделении? Вот в 2014 году и планируется в этом году? Вот, как я уже отметил, то есть, мы недавно, в прошлую субботу сделали трёхсотую операцию на открытом сердце. Выполняется огромный спектр операций, связанных с нарушениями ритма. Это постановка различных стимуляторов, одно-, двухкамерных и так далее. Различные электрофизиологические исследования, внутрисосудистые и внутрисосудистые постановки стентов, стентирования. И как раз в эти выходные, в пятницу и в субботу, мы освоили новый вид, он не очень дешёвый вид помощи, но, тем не менее, весь мир сейчас к этому идёт. Это хирургическое лечение аритмии сердца, фибрилляции предсердий. Вот, тем людям, которым невозможно помочь без разрезов, когда мы можем пройти через сосуды и сделать прижигание изнутри сердца, к сожалению, приходится делать это с помощью разрезов и с помощью высокоточного, высококлассного оборудования, которое с помощью нашей администрации, нашего Минздрава появилось у нас. И приехал один из лучших специалистов в мире. Это действительно так, профессор Леонид Стерник. Он приехал абсолютно бесплатно. Он приехал как наш друг. Дружеская связь, да? Да, да. И на самом деле мы планируем сделать это какую-то базовую программу. И, возможно, не только по кардиохирургии, а чтобы люди из наших больниц, доктора области, ездили в кардиохирургические и другие клиники Израиля. И доктора уже с мировым именем могли приехать сюда и сделать мастер-класс. Ну да, кардиохирургия, так скажем, так относится к разделу непростых разделов хирургии, достаточно сложных, деликатных, я бы сказал, и доктора кардиохирургии. Ну, у нас нет простых операций в хирургии, да? Но мы-то понимаем, что операции на сердце далеко не простые. И, безусловно, профессиональный рост возможен только, когда ты обмениваешься опытом, поддерживаешь дружеские связи не только внутри, в России, но, в общем-то, и за ее пределами. Конечно, надо обязательно. Да, совершенно нормально, мы тоже у нас в центре такой ситуации придерживаемся и понимаем, что расти по-другому невозможно. Все-таки хотел вернуться вот к тому вопросу, мы знаем, что есть ряд регионов, которые испытывают дефицит финансирования, и они вынуждены работать только в рамках базовой программы ОМС. И вот то, что пациент может получить по полюсу. Безусловно, когда возникает ургентная ситуация, есть федеральные центры, которые готовы принять этого пациента, они имеют финансирование, но вот тут томный секрет, что когда ты имеешь проблему, в общем-то, с сердцем, проблему называть экстренную, да, или неотложную, часто экстренную, помощь должна быть оказана в первые часы, здесь и сейчас, и, наверное, оформление документов, оно ее может несколько затормозить. Так вот, действительно, я занимался этой проблемой, общественная палата занималась этой проблемой, мы писали, скажем, соответствующие информационные письма, в том числе и Минздрав, и вот если разоговорить про кардиохирургию, в тех регионах, где на это не обратили внимания, где не выделены дополнительные средства финансирования, в рамках базовой программы ОМС по кардиохирургии, возможно, это установка только кардиостимулятора однокамерного, да, и стентирование. Совершенно верно. Два вида помощи, а если требуются какие-то, скажем, ну, более сложные, там, ну, допустим, аортокоронарное шунтирование, ну, что-то более сложное, да, или та операция, которая была проведена, то здесь уже это делать в субъекте невозможно, хотя и оборудование, и руки хирургов, и все технические возможности на это позволяют. Но не позволяет финансирование, да? Даже финансирование позволяет, но вот эти направления искусственных финансовых потоков только в те центры, которые можно в рамках программы сверхбазовой, вот это ограничивает. Это отдельная программа, мы как-то этим занимались. Безусловно, я так понимаю, что и в той сложной ситуации областная больница находила выход, и кому надо помощь, и она оказывалась, находились целевые источники, но сейчас мы знаем, что деньги пришли, ну, в таком, в другом объеме, и стало возможно вот такие операции, как с профессором Стерником, да? Да, эта форма финансирования называется ВМП-бюджет, высокие медицинские технологии, и происходит софинансирование области и федерального бюджета, вот, и, в общем-то, эти затраты, они полностью покрываются на больных. Сколько, скажем так, какое количество пациентов предполагаете вот за счет этих средств в этом году пролечить? В этом году нам предоставили 400 объемов, то есть это 400 физических операций. То есть, можно я уточню, вот операция, речь идет именно об этих операциях, которые были проведены вот здесь недавно, или это в целом? В том числе, да. Это других, более сложных, нежели в этом, ну, и в рамках базовой программы непростые операции, но это другие сложные операции, ну, такие, как Николай Сергеевич, она расскажет, лучше меня. Скажем так, это операции с искусственным кровообращением, когда сердце останавливается, и мы вынуждены вмешиваться на сосудах сердца, на полостях сердца, на клапанах сердца. Это крайне трудоемкое занятие и крайне дорогостоящее. Вот, Михаил Сергеевич, хочется задать такой вопрос, наверное, и нашим слушателям. Но все привыкли раньше, по крайней мере, лечить ишемическую болезнь сердца нитроглицерином. Сейчас технологии, естественно, изменились. Все знают о том, что если есть, скажем, риск развития инфаркта, то проводится тромболезис своевременно, значит, применяются другие препараты. Но вот как Вы считаете, все-таки последнее слово за хирургией? Есть стентирование, есть баллон ангиопластика, но в каких случаях Вы приходится применять и открытые операции на сердце? Да, ну, возможно, многочисленные кардиологи закидают меня шапками, но я, тем не менее, опираюсь на международные данные и готов принять дискуссию. Так вот, вообще существует три лечения, три этапа лечения в ишемической болезни сердца. Три уровня, да? Да, три направления. Это медикаментозное лечение, то есть таблетками. Это мини-инвазивные исследования, когда мы говорим о стентировании, о баллонировании артерий, сердца. Но это технология, когда суженный сосуд изнутри расширяется специальным стентом. А стенты, кстати, были изобрены в Россию, насколько я понимаю, да? Да, да, но потом патент ушел в Германию. Видите, тоже наше изобретение. Пока мы делали операции, они убежали и получили патент. То есть второй уровень, а вот консервативный, это уже вот такая малоинвазивная хирургия стентирования. И третий уровень – это большие открытые операции, которые выполняются в крупных подготовленных центрах с помощью искусственного кровообращения. Так вот, есть определенные показания к каждому направлению, к каждому этапу лечения. Как долго можно лечиться консервативно? Вообще современная медицина, она предполагает не лечение осложнений заболевания, а скорее предупреждения, в том числе и хирургия. Ишемическая болезнь сердца, она страшна инфарктами. И крайне высоким риском летальности. То есть люди от этого умирают, и умирают, к сожалению, много. Слушателям надо понимать, сложно понять, когда вот этот переломный момент, когда уже прогрессирующий стенок, когда наступает некрозь сердечной мышцы, и он необратим, да? Поэтому его лучше профилактировать и прибегать к помощи специалистов, опять же, кардиохирургов раньше. Да, если, ну так говорить о симптоматике, то есть банально, если у человека есть различные боли за грудиной, если у него есть отдышка, если у него есть снижение толерантности к физическим нагрузкам, то лучше сходить к терапевту, к кардиологу и хотя бы посоветоваться. Есть другие заболевания, которые могут иметь такие же симптомы, но, тем не менее, мы должны отсечь вот эту линию, которая нас предотвратит от инфаркта. А терапевты правду-то скажут, а то вы говорите, меня сейчас кардиологи закидают шапками за то, что я пропагандирую хирургию. Даже нет, вы знаете, Михаил Сергеевич, хотел сказать, я тоже прекрасно понимаю, когда я говорю какие-то вещи, у меня мои коллеги тоже могут кидать шапками, потому что хирургия – это искусство, переводится хирургия – это рукоделие, да? Вот поэтому хирург – это человек, обладающий искусством, но, в общем-то, свои какие-то действия, свою практику, он для себя подводит под определенные, скажем так, как, ну, уже научные наработки, достижения под какие-то действующие либо стандарты, ну, либо протоколы лечения. И каждый для себя формирует понимание, когда уже нужно перейти на следующий уровень, ну, как-то по-своему, исходя из своей практической деятельности и подводя под эту нормативную правую базу в том числе. Вот, просто, я так понимаю, есть хирурги несколько по-разному мыслящие, есть чрезмерно консервативные хирурги, надо признать, и доктора, есть обратная ситуация, есть, ну, и вы знаете, у всех есть, скажем так, своя правда. Совершенно верно. Ряд хирургов скажет, а зачем делать стентирование, если инфаркт ещё не наступил? Но если он наступит завтра, потребуется другой, наверное, совершенно объём, и все будут думать о спасении жизни и об ограничении очага некроза, наверное, да, уже? Я бы по-другому сказал. То есть мы должны говорить, что инфаркт – это есть прямая причина смерти, летальности. И мы должны предупредить вот этот механизм развития инфаркта. Как мы можем его предупредить? Либо раскрыть сосуд изнутри, либо сделать новый сосуд, что позволяет открытая хирургия. Опять же, абсолютно вся аудитория, которая нас слушает, она склонна полагать, что операция – это что-то глобальное. Конечно. И себя разрезать – это никто не даст. Как это? Никто, да. Мы говорим про стентирование, это малоинвазивная операция. И тем не менее люди боятся и стентирования, и шунтирования. Совершенно верно. И легче человеку выпить таблетки, и доктору легче назначить таблетки. Конечно. Из разряда не повредит. И человека вот так вот динамируют. Михаил Сергеевич, я хочу провокационный вопрос задать. Я тоже пациент, иногда бываю, да, и, вы знаете, я тоже, скажем, хоть и сам хирург, но понимаю, что не так просто решиться на инвазивную манипуляцию. И приходится пациенту объяснять и показывать, что вам необходимо, потому что. А какое исследование является, скажем так, основанием для того, чтобы, наглядным основанием для того, чтобы пациенту показать, вот у вас сужено здесь, вам необходимо делать стентирование. И как попасть на это исследование? Золотым стандартом во всём мире является коронарография. Это контрастное исследование. То есть это в артерию вводится контраст. Это можно сделать селективно, то есть ввести контраст прямо в артерию сердца. И на мониторе, на компьютерном мониторе мы видим полную архитектонику сосудистого русла. Мы видим бляшки, мы видим, может быть, закрытые сосуды. Также мы видим открытые сосуды, которые не нужно лечить. Без этого исследования, то есть точкой приложения нашего лечения в виде таблеток исключает вот такого тотального понимания процесса. То есть таблетка сосуд не расширит. Да, то есть надо понимать, бляшка, она только на начальном этапе несколько мягкая. А все остальные этапы – это вот как камень. Вы можете постучать, и это будет как вот такой конгломерат. Его даже из сосуда иногда невозможно удалить. Трескает сосуд. Это ужасное дело. Поэтому никаким лекарством, вот грубую бляшку, которая гемодинамически значима, уже не уберёшь. И тогда приходится помогать нам. Только операции, да? Ну, различные виды. Различные виды. Да, мы сейчас говорим пока про второй уровень, да, пока ещё стентирование. Да, вот я знаю, у нас, у меня есть коллега, хирург, да, который, в общем-то, был вынужден сделать стентирование уже в 40 лет. Поэтому здесь возраст достаточно, в наше время снижается, да, тех, кому по показаниям необходимо выполнять вот эту манипуляцию инвазивную. Хорошо. А в каких случаях вот стентирование делать не стоит, а нужно переходить к открытой операции на сердце? Обычно стентирование мы делаем тогда, когда есть поражение одного или двух сосудов, и, скажем так, это удобное место расположения в сосуде. Если наши специалисты говорят, что им будет сложно имплантировать стенд в этот сосуд, или есть возможные какие-то осложнения, которые будут после этого. Или имплантация уже была, да? Или имплантация уже была. Или поражено больше двух сосудов. Или сосуд совсем закрыт. Понятно. В общем, технические сложности. Да, масса, масса есть таких сложностей, но, тем не менее, когда нам специалисты эндоваскулярные говорят, что они бы не хотели ставить в сосуд стенд, то тогда мы с пациентом разговариваем об открытой операции. И вот они сейчас стали возможны в необходимом объёме, да, вот об этом мы говорим, с искусственным кровообращением. Какие это операции? На самом деле пациентов, вот я немножко отклонюсь, огромное количество, и сами пациенты они не знают, и доктора не знают, какую помощь они должны получить. Поэтому наш первый шаг должен быть направлен на эффективное обследование, на увеличение объёма коронарографии. Я думаю, что коронарографии должен получить фактически каждый человек, кто перенёс инфаркт в принципе. Вообще вы считаете идею о том, что коронарографии нужно делать, скажем, пациентам всем, ну, с какой-то симптоматикой, либо в каком-то определённом возрасте? Есть определённые показания. Должно быть методом скрининга быть? Я не должен передёргивать здесь, и может быть, да, может быть, кто-то, кого-то я веду в заблуждение. Есть определённые показания. Ни в коем случае это не скрининг. То есть мы должны отдавать себе отчёт, что это инвазивная, контрастная процедура. Я просто вопрос за слушателями задаю. Наверняка некоторые думают, ну, хорошо, если этот метод определяет всё, значит, нужно сделать коронарографию. Это тоже инвазивная манипуляция, да, и, в общем-то, она выполняется строго по показаниям. А эти показания должен определять... Кардиолог. Кардиолог. А к кардиологу своевременно направить врач, оказывающий первичную специализированную медико-санитарную помощь, да, или участковый терапевт. Всё верно. Вот, то есть нашим слушателям надо сказать, что это не метод скрининга, не метод широкого исследования, но коронарография – это тот метод исследования, который, в общем-то, на основании которого ставятся показания либо к малоинвазивному, либо к инвазивному лечению ишемической болезни сердца. Да, более того, к нам приходят пациенты, которым мы делаем коронарографию, и у них не бывает бляшек в сосудах вообще. Они испытывают определённую симптоматику. Таким образом, мы снимаем с них такой грозный диагноз, как ишемическая болезнь сердца. Скажите, а сколько коронарографии сейчас в среднем выполняется? В месяц, в год? В год, я думаю, в 2016 году мы выйдем на уровень около 4-5 тысяч. 5 тысяч коронарографий по показаниям. А эта процедура делается только на базе областной больницы или ещё в каких-то медицинских больницах? К сожалению, да. Только у вас. Работающие два ангиографа, они стоят в областной больнице. И специалисты, высококлассные специалисты работают в областной больнице. То есть это всё-таки специализированное... Сосудистым... Должно быть направление. Да, это областная больница, ещё, как Сергеич не сказал, является ещё и сосудистым центром. Да, это региональный сосудистый центр, ну, назовём так, высшего уровня, где сконцентрировано всё необходимое оборудование, с помощью которого возможно выполнять инвазивные мультипуляции и хирургическое лечение, высокотехнологичное в том числе. Ну вот, да, видите, сколько времени, а мы ещё хочется много-много вопросов сказать про ИБС. А всё-таки открытые операции какие сейчас возможны? Это коронар, это шунтирование, да? Ну, на самом деле, полный спектр, практически полный спектр, 95% мы можем выполнять сейчас. Единственное, что нас ограничивает, это операции при расслоении дуги аорты и нисходящей аорты. Ну, это вообще высший пилотаж, очень сложная операция. Да, то есть мы ещё не совсем готовы к этому в плане техническом, в плане расходных материалов. Но, опять же, мы к этому идём. И, возможно, следующий профессор, который приедет, мы вместе с ним сделаем 2-3 каких-то расслаивающих аневризма аорты. Мы идём в этом направлении. Ну вот вы знаете, что касается аневризма аорты, я даже знаю немало знакомых и знал людей, которых родственники. Понимая, что вообще опыт в Российской Федерации, количество операций с благоприятным исходом для жизни, он процент не так велик. Поэтому операции очень деликатные, они отказывались. Вот. Одно дело потребность, другое дело не только хирургу решиться, но ещё и пациенту решиться тоже сложно. Надо принять решение, готов ли он попасть сегодня сразу в группу риска, либо гарантированно, скажем, оттягивать вот это решение сложной проблемы. Но хочется пожелать вам успеха в этом направлении. В любом случае, это высший пилотаж хирургии, да. Скажите, мы поговорили только про ИБС, но вот следующий большой достаточно раздел нарушений ритма. Да, мы знаем о том, что опять же можно и консервативно лечить, там на разном уровне ритм срывается, да. А здесь какие подходы в целом? Ну, подходы, они стандартизованы. И нарушения ритма, они ведут к вторичным патологиям сердца. То есть, если мы говорим о наиболее распространённом нарушении ритма, как фибрилляция предсердия, мерцательной аритмии, то когда у человека случается приступ, во-первых, это высокий риск тромбообразования. И во-вторых, фибрилляция предсердия ведёт к расширению полостей сердца, и это выражается в сердечной недостаточности. У человека появляется одышка, он начинает мало двигаться, потому что он не может фактически двигаться. Но ведь часть пациентов, они переносят это на ногах, даже фактически не обращаясь к норме формы, да, ну, либо атаки формы, она, в общем-то, часть на ногах. Кто-то обращается, попытается восстановить, либо медикаментозно, да, восстанавливает, либо выполняет там кардиоверсию, да, а если вот не получается восстановить. Да, всё верно. То есть открытая хирургия фибрилляции предсердия, она предполагает, скорее, это как сочетанная операция, то есть человек приходит уже к нам на открытую хирургию. Попробовав всё остальное, да? Либо попробовав, либо у него, что называется, гемодинамически значимая фибрилляция предсердия, когда он падает в обмороки, когда у него резко снижается сердечный выброс, и сердце сокращается плохо, либо у него есть какое-то ещё сопутствующее заболевание в виде стеноза клапана или, наоборот, недостаточности клапана, или ему нужно пришить несколько шунтов. Тогда мы попутно, делая основной этап, меняем клапан и работаем над проводящей системой сердца. Делаем лабиринт и запускаем ритм по той дорожке, куда он должен идти. А вот, Михаил Сергеевич, хочется задать вопрос, опять же, есть род знакомых, в которых и коллег ритм срывался. В первый раз его восстанавливали, второй раз восстанавливали, третий раз ритм восстанавливали. А вот, ну, я могу для себя так дилетантски называть там хронический срыв, или хроническая мерцательная ритмия. Сколько раз небезопасно вот так вот срываться и восстанавливать? Когда нужно уже принять решение? Ну, персистирующая форма, о чём вы говорите, считается наиболее опасной для тромбообразования в полостях сердца. То есть, тромбы, они образуются тогда, когда сердце с фибрилляцией предсердий восстанавливается самостоятельно, либо с помощью препаратов на нормальный ритм, на синусовый ритм. Вот тогда могут образовываться тромбы. Особенно в ушках предсердия, да? И в левом ушке, всё верно. И они же могут улететь по кровотоку хоть куда. Они могут улететь в голову и вызвать инсульт. Они могут улететь в почки и вызвать инфаркт почки. Могут тромбу улететь в ногу и вызвать острую ишемию конечности. Крайне опасная патология. Поэтому люди, которые имеют фибрилляцию предсердий, хроническую форму, или перманентную, персистирующую форму, они вынуждены принимать препараты, которые разжижают кровь очень значительно. Это речь об аспирине сейчас идёт или о чём-то более серьёзном? Это куда серьёзнее. Это куда серьёзнее. То есть люди принимают варфарин и риск таких вот значимых кровотечений 1,5% в год. То есть если пациент принимает 10 лет, то средний риск 15% кровотечения. Вы знаете, есть другая проблема уже из практики. Пациенту могут выписать или назначить этот препарат даже, но опять же здесь... Он может его не принимать. Да, и приступают пациенты, которые, в общем-то, высоки по риску тромбообразования к тому времени. И наверняка тромбы уже есть, и они такие... Мы их называем уже зрелые тромбы, да, так вот между собой. Достаточно интересно, да. Ну, поговорили мы про нарушение ритма на уровне, скажем, предсердий, да, мерцательная ритмия, фибрилляция предсердий. Скажите, ну, если возникает, конечно, фибрилляция желудочков, здесь всё совершенно понятно, эта ситуация экстренная, да. Вот, а если мы говорим про экстрасистолию, скажем, желудочковую, здесь хирургия имеет место быть? Имеет место быть. Хирургия эндоваскулярная. Есть тоже методики прижигания определённых участков сердца. И такие методики, они выполняются, но, к сожалению, не в том объёме, в котором бы хотелось, которые нужны в нашей области. То есть это экотопический очаг, он прижигает? Совершенно верно. Вот, таких пациентов, ну, вот мы в этом году сделали около 60. Вот, к сожалению, больше не можем сделать в связи с тем, что финансирование на этих пациентов подошло к концу. Но... Но все, кто нуждается, отправляются в другие центры, да? Федеральные центры, всё верно. Просто есть такие пациенты, которые не очень хотят куда-то ехать. То есть это если... Думы и стены помогают. Человек преклонного возраста, он может быть один, у него нигде нет родственников, возможно, какие-то финансовые затруднения. Вот, и он не может уехать в другой город. Михаил Сергеевич, вот очень мало времени, так много вопросов. Подходит программа, я так вижу, уже к концу. Всё-таки ещё последний вопрос, прям бегом. А проблема большая бывает с клапанами сердца. Метральный клапан, трёхстворчатый клапан. В общем-то, приходится, я знаю, выполнять такие операции по замене клапанов. Вот эти операции тоже стали возможны? Да, конечно. То есть мы делаем довольно большой объём, и мы можем поменять как один, два, три клапана одномоментно. В этом нет абсолютно никаких проблем. Вот в последнее время много говорят про, скажем, импортозамещение. Информация появляется о том, что в Новосибирске, скажем, вы изобрели клапаны сердца. Скажите, а вот на каком они этапе сейчас, на ваш взгляд, вообще российские производители? Клапаны отличные. Когда приезжал Леонид Стерник, одна из операций была операция Мейза на хирургии аритмии, и он менял клапан. И он сказал, что это русский клапан, и он сказал, что отличный клапан, он его очень хорошо пришил, клапан сел нормально, был имплантирован. И то есть это мнение специалиста, который ставит лучшие клапаны в мире, и он сказал, что это отличный клапан. Это, кстати, местный клапан из Кирово-Чепецка. То есть можем, можем. Ну, конечно, конечно, да, да. Ну, это здорово, это здорово. К сожалению, нам пора, наверное, прощаться уже с Михаилом Сергеевичем. Многое мы не успели. Я думаю, что договоримся, и Михаил Сергеевич еще придет, потому что тема очень важная, действительно, учитывая, какое количество пациентов у нас страдает от кардиозаболеваний. Радует то, что возможности расширяются в нашей областной клинической больнице, в общем-то, особенно в кардиохирургии, в том направлении, которое абсолютно точно влияет на продолжительность жизни жителей нашего региона, на структуру смертности, на снижение смертности. Ну, в общем, очень приятно, и давно хотелось поговорить. Хочется пожелать успехов Михаилу Сергеевичу, дальнейшего... Спасибо. ...поступательного движения вперед. Роста, да, вперед. Что касается профессионального роста, ну, тут уровень велик, но мы никогда не останавливаемся на достигнутом, мы всегда, в общем-то, совершенствуемся и идем вперед. Ну, что, приходится завершать нашу программу. Завершаем. Дмитрий Кордемов, Анна Лапшина. Слушайте доктора. Всего доброго. До свидания.